Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Не роскошь, а необходимость. В селе Славкино появилась вода. Парень нападал на женщин на мостовой и воровал сумки. Проверка плотин, расчистка канализации и уборка снега. Как Ульяновск готовится к паводкам? Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил работу Ульяновской области по поддержке одаренных детей. Об этом он заявил во время вчерашнего заседания профильного совета при участии главсубъектов Поволжья. Заседание прошло в Ижевске. Губернатор Сергей Морозов принял участие в совете приполномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Встреча глав регионов Поволжья прошла в Ижевске. Обсуждались вопросы выявления, развития и продвижения талантливой молодежи. Открывая заседание, полпред Игорь Комаров подчеркнул, что создание эффективной работы с молодежью и одаренными детьми – задача, поставленная главой государства. Отметил полпред и работу региона в данном направлении. В регионах есть оригинальные подходы и фрагменты систем по поддержке одаренности. Например, опыт Ульяновской области в создании развитой региональной нормативно-правовой базы поддержки работы с талантливыми детьми. Сергей Морозов отметил, что в регионе учрежден конкурс молодежных проектов, грантовый фонд которого составляет полтора миллиона рублей. Кроме него учреждены еще несколько конкурсов и стипендий, созданных для поддержки одаренных. Также речь шла о новом проекте «Таланты для региона», который будет реализован на территории области. В целом в области проживают около 230 тысяч человек, причисляемых категории молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Это 20% всего населения региона. Работа с ними определена одним из знаковых направлений соцполитики. Особое внимание на заседании совета уделили вопросу закрепления молодых талантов в регионах. Задача руководства субъектов – создать условия, чтобы одаренная молодежь имела возможность найти себе достойное применение, не уезжая в другие города. Паводок угрожает сразу нескольким районам города и области. Из-за большого количества осадков, выпавших этой зимой, в некоторых районах города есть угроза подтопления. Работы по предотвращению половодия уже ведутся. За их ходом проследили на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Полторы недели до активного половодия. Подготовку к весне обсудили на очередном заседании регионального правительства. Большая просьба главы муниципальных образований самим посмотреть, что происходит. Потому что с Алексеем Рашидовичем мы вчера тоже выезжали на одну из улиц, на Тосе Потапово. То есть, если водоотводной канал расчистили, но, соответственно, дальше проток к Иловой карте, он, соответственно, не расчищен. В итоге, эта отметка получается выше уровня грунта. Понятно? Мы понимаем, что все это туда стечет, появится большая лужа, и все перетечет обратно туда же, к домам. По информации специалистов гидромедцентра, паводок ожидается в конце третьей декады марта, начиная с 25 числа. На полях и в бассейнах рек сегодня снегозапасы превышают многолетние значения в среднем в два раза. Зато почва промерзла меньше. Есть районы, где уровень достигает только 10 сантиметров. Меньше в этом году и толщина льда. Но, в принципе, погодные условия пока еще не способствуют активным весенним процессам. Вот трое суток у нас будут ночью довольно низкие температуры для весны, от 8 до 13, днем около нуля. Следующие трое суток, в марте, будет активное тепло, где ночью будут положительные температуры, и днем максимум может прогреться воздух до 6-8 градусов. Превентивные меры в Ульяновской области начались с понедельника. Готовы пункты временной эвакуации, определены затороопасные участки. В регионе их 7. Сейчас первостепенная задача – очистка низководных мостов и ливневых канализаций. В этом году взрывные работы на водоемах будут проводить военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады. Теперь эти операции не входят в зону ответственности МЧС. Первые подрывы льда начнутся 18 марта близ села Сара Сурского района. И, соответственно, начинается работа оперативных групп по мониторингу за водкоопасной обстановкой. Сейчас уже группа работ ездит с уточной. Круглосуточные дежурства переведены силы, которые у нас будут реагировать ими-восредственно на плотинах, а у нас шеевская дамба. И здесь дамба на ТЭЦ, то есть они работают даже на Миннесон. Отдел природного характера перешли к поправкам в законы. Первые изменения коснулись жилищной сферы. Законодательство Ульяновской области привели в соответствие с федеральными канонами. Речь идет об отмене до 22-го года налоговых льгот для застройщиков. Это и пониженная ставка на землю, и льгота на прибыль. Замет, безусловно, у нас есть несколько инструментов, несколько программ, региональных программ. Это программа номернаторская ипотека, федеральная программа для всех граждан Верховного фонда. То есть ряд инструментов, которые позволят строительным компаниям участвовать в получении федеральных и, в том числе, региональных средств. Поправки коснулись и закона, регулирующего форму семейного образования в Ульяновской области. Условия будут установлены в порядке предоставления материальной мероподдержки, которая будет утверждена постановлением правительства. Данное правка имеет технический характер, и план внедрения к закону Ульяновской области в связи с этим не требуется. Прошу поддержать. Меры поддержки подразумевают компенсацию за трат родителей или законах представителей детей, которые находятся на домашнем обучении, на учебнике и прочие методические материалы. В регионе практикой семейного образования сегодня пользуются около сотни семей. Рината Люлова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Состояние гидротехнических сооружений также должно быть в норме, поэтому специалисты проверяют передвижные откачивающие механизмы, которые могут помочь при половодье. Платину на свияге осмотрели наши журналисты. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области 7 марта по решению областной комиссии по чрезвычайным ситуациям приступило к мониторингу паводковой обстановки на гидротехнических сооружениях. В регионе таких объектов 482. К 39 из них внимание особое, так как они представляют повышенную паводковую опасность. Большинство из них находятся в южных районах области. Данные гидротехнические сооружения находятся практически во всех муниципальных образованиях. Из 39 объектов 12 объектов у нас имеют полностью земляное тело плотины гидротехнического сооружения, которое не облицовано железобетонными конструкциями. И они как раз представляют наиболее повышенную паводковую опасность в случае наступления периода дружной весны. По прогнозу областного гидромедцентра, для гидротехнических сооружений наиболее горячим периодом будет конец марта-начало апреля. В этот момент в связи с повышением температуры воздуха, начиная с йогой и с продвижением к северу Ульяновской области, планируется максимальный сход снега и наступление периода активного половодия. Для гидротехнических сооружений это, прежде всего, опасность появления воды, которая будет скатываться поверх льда и упираться, соответственно, в тело плотины. Если верхний водосброс и донный водосброс, который есть на многих ГТС, не будут справляться с этим объемом паводковых весенних вод, то необходимо будет принимать оперативные меры, в том числе, возможно, строительство водосбросных каналов в обход тела дамб, для того, чтобы сбросить вот эту верхнюю талую вешние воды. В Ульяновске специалисты Минприроды отмечают большие промоины на русле Свияги. Это говорит о том, что в ближайшие 10 дней произойдет разрушение сплошного ледяного покрова. То же самое касается и реки Сельди. По словам министра природы и цикличной экономики, крайне важно отрегулировать сброс воды на каскаде плотин. В частности, на ГТС ТЭЦ-1 и смежной с ней ГТС, расположенной ниже по течению реки Свияги, у районного центра Ишеевка. У нас на станции создаются противопаводковые комиссии, также бригады для круглосуточного дежурства и мониторинга уровня. В случае повышения уровня в верхнем бьефе, то есть открываются вот эти вот, как мы видим, затворы, и, соответственно, регулируем уровень, чтобы не подзатопляло. Здесь вот у нас находится населенный пункт мостовая, чтобы не было подтопления, и, соответственно, держали разрешенный уровень, это 3 метра. Ставлены графики дежурств, оперативных дежурных во всех муниципальных образованиях области. Кроме этого, за каждым гидротехническим сооружением закреплены ответственные должностные лица, специалисты Минприроды, которые будут контролировать паводковую ситуацию круглосуточно, когда среднесуточные температуры поднимутся выше нуля градусов по Цельсию. Ирина Антонова, Александр Кутерешов, Новости Ульяновской правды. На улице Ульяновска вышли ремонтные бригады. Рабочие устраняют аварийные ямы, появившиеся после таяния снега. Отремонтированы участки в центральной части города, на улицах Карла Маркса, Крымова, Ленина, Железной дивизии. Также выбоины ликвидированы на Индинской, Спасской и Октябрьской. Дошли и до Императорского моста. Сегодня ночью заделали яму на полосе по направлению в Заволжский район. Сообщения об огромных колдобинах на мосту начали появляться в соцсетях регулярно. Как отметили в городской администрации, каждая яма фрезеруется, очищается от камней, воды и грязи и просушивается. После этого из термосмиксера Кохер подается литая асфальтобетонная смесь, разогретая до 200 градусов. Жители села Славкино Николаевского района привыкли жить без воды. Много лет воду в населенном пункте включали на несколько часов в день. Проблему решили не так давно. Включили село в программу «Чистая вода». Как сейчас живется людям, узнала наша съемочная группа. Обеспечение всех без исключения россиян доступом к качественной питьевой воде – одна из задач, которую поставил правительство президент Владимир Путин в мае 2018 года. Горожане, возможно, и не понимают, как это – не иметь водопровода. Но для жителей удаленных сел проблема стоит действительно остро. Всего на несколько часов в день в дома жителей села Славкино раньше приходила вода. Они не могли ни искупаться в бане, ни постирать, ни полить огород. Однако все изменилось, когда в село пришел проект «Чистая вода». Более 50 миллионов рублей было выделено на то, чтобы 1700 жителей этого села смогли пользоваться водой 24 часа в сутки. Чудесная ключевая вода. А главное, жители могут пользоваться ей 24 часа в сутки. Она есть всегда. До 2013 года водоснабжение в селе Славкино подавалось по часам. То есть 3 часа с утра, 3 часа вечером. То есть это было для населения проблемным. Был разработан проект. Цена вопроса была 50 миллионов. И с 2013 года начала действовать программа. Но она действовала раньше, но на территории Николаевского района, конкретно по данному проекту, начала действовать с 2013 года. Поэтапно мы стали прорабатывать вопрос по строительству водопровода. По капитальному строительству водопровода. С 2013 года была поставлена первая башня на 50 кубов, построен первый водопровод. И поэтапно в 2019 году данные работы мы должны завершить. Наталья Юдина живет в селе более 20 лет. И она хорошо помнит, с какими проблемами приходилось сталкиваться раньше. Раньше это каких-то 2 года назад. Ведь чистая вода в Славкино реализовывалась поэтапно. В этом году проект будет завершен полностью. Но о том, что реализовали его успешно, можно говорить уже сейчас. 2 года, как проблема воды, перестала быть актуальной для меня и для моих односельчан. Мы просто, можно сказать, счастливые люди. Потому что перебоев с водой нет. Круглосуточно. Вода чистая, вкусная, хорошая, родниковая. Но, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы в каждом селе, а не только Николаевского района и Ульянской области, появился такой же водопровод, который будет отвечать запросам всего населения. 50 миллионов – это много или мало? Для трех бюджетов, участвовавших в реализации проекта – федеральный, областной, местный – наверное, мало. Но для жителей Славкино проект в буквальном смысле изменил уклад быта. С чистой водой в село пришел комфорт. Теперь отсюда действительно не хочется уезжать. Андрей Творгов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Сразу две жительницы Ульяновска обратились в полицию с заявлением о хищении у них личных вещей. Оперативники вскоре задержали 23-летнего жителя мостовой. Молодой человек нападал на женщин на улице и отнимал сумки. Из-за украденных сумок мужчина забирал мобильные телефоны. Один из них сдал ломбард за 2000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Похищенная изъята. Нотариальная палата Ульяновской области проведет дни бесплатной юридической помощи. Они пройдут 15 и 22 марта. Нотариусы и сотрудники региональной палаты будут вести прием граждан в своих нотариальных конторах, пунктах бесплатной юридической помощи, открытых в администрациях муниципальных образований, а также в здании нотариальной палаты Ульяновской области. Центральной площадкой мероприятия станет общественная приемная губернатора и правительство Ульяновской области. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания.